Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Небольшой дождь. Все уже из подъезда, вот из последнего. Выходить нельзя. Лужа во дворе дома по улице Социалистической 62 стала уже для местных жителей своего рода достопримечательностью. Сколько существует дом, говорят старожилы, столько лет здесь и собирается вода. Круглый год лужа радует мокрой обувью и грязью всех окружающих. Стараясь избежать этих неприятных сюрпризов, пешеходы вынуждены пробираться до дома по узенькой дорожке, которую еще не отвоевала стоячая вода. Да и ее приходится делить с водителями, которые тоже не хотят пачкать свои автомобили. Причина проблемы до банальности проста. Дорожники, делавшие здесь дорогу, положили асфальт таким образом, что этот участок ниже остальных. Вода идет из сел дворов, сюда идет, вот в эту канаву, а она всегда забитая. И с этой стороны вся вода идет сюда. И с той стороны? Да, со всего квартала. Со всего квартала идет вот сюда, к 11-му подъезду, и вот до туда все заливает. И ладно бы этой лужей была единственной проблемой, хлопот и забот у жителей без того хватает. Пример тому мусорные контейнеры, установленные в двух метрах от дома. И если зимой подобное расположение еще терпимо, то в остальные времена года амбры, достигающая квартира, довольно специфично. Еще в прошлом году жители обратились с жалобой в прокуратуру и даже получили ответ. Вот только результата так и не дождались. Есть у нас, да, допустим, по закону, не менее 25 метров от жилого дома должны находиться мусорные контейнеры. Пока мы ничего не видим, как бы, никаких сдвигов тут нет. Это все летом отсюда все течет, вся грязь вот сюда утекает, здесь наши же детишки и бегают. Проблем хватает и в самом доме, начиная от холодных квартир до ржавых труб. Но другое дело облицовка балконов, которые буквально обваливаются на прохожих. Еще два года назад жители совместно решили, нужна реставрация. Собрали подписи, отнесли обращение в управляющую компанию, которая обещала взяться за работу в краткие сроки. Но и тут коммунальщики решили не отвечать за свои слова. Подписи собрали, деньги нам сказали, что есть и будут делать. Прошел месяц, другой, полгода. Когда будут делать, сделаем, сделаем. Сейчас вот нам дали работу другую, мы срочно должны там отремонтировать. Началась зима, осень прошла, уже зима кончается. Сделаем, сделаем. Забертый гряночек, постоянно звоню, когда сделаем. Ну через месяц, ну через две недели. Прошла зима, весна началась. Все, и потом подошли, опять звоним. Денег нет у вас. Куда только не обращались квартиросъемщики со своими проблемами, четкого ответа ни одного из чиновников получить так и не удалось. Со всеми проблемами мы вышли в службы, которые отвечают за наши проблемы. Мы звонили ЖО, нас отправили в администрацию. С администрации отправили нас в ВОКС, с ОКС отправили нас в УЖХ. Кто за что должен отвечать, жители так и не выяснили. Узнав, что в городе будет организована горячая линия по коммунальным проблемам, позвонили туда. Оказывается, что за состоянием проезда следит администрация города. Вот только на решение этой проблемы, как всегда, не хватает средств. Далее вновь одни лишь стандартные обещания. По благоустройству дворов, значит, ваш двор посмотрим. При дополнительной финансировании в следующий год включим план работы. В этом году уже все работы по асфальтированию прекращены. Из-за погодных условий. В УЖХ же по поводу претензий ответили однозначно. Ситуация с расположением контейнеров довольно сложная. Мусоровоз двигается вдоль проезда и перенести баки попросту некуда. Тем не менее, есть вариант попробовать решить этот вопрос совместно с жителями. Дому прилегает территория придомовая, внутриквартальный проезд. И найти какое-то место на сегодняшний, на данный момент очень сложно. Потому что забор мусора производится по ходу движения техники. Но в ближайшее время можно с активом дома, это со старшим по дому, с домком, с представителями территории пройти, посмотреть. Можно, на самом деле, может, какое-то место они совместно с ними определим. А вот что касается обшивки балконов, ВУЖХ утверждает, что в доме, помимо текущих работ, в свое время были заменены лифты и проведен капитальный ремонт швов. Свободных денег на другие нужды попросту не осталось. Замена экранов балконов пока на сегодня невозможна, ввиду того, что много средств у собственников было потрачено на капремонт, на замену лифтов для этого хозяйства и капремонт швов. Сумма там достаточно большая, больше 11 миллионов. И на сегодня минус нищету у собственников цифра стоит больше 5 миллионов. То есть они как бы еще должны. В итоге ни одна из претензий жильцов окончательного решения так и не нашла. Администрация ограничилась обещаниями, коммунальщики сослались на отсутствие денег. Жильцы жезлополучного дома, в свою очередь, серьезно задумались о том, не пора ли им сменить управляющую компанию. Вадим Хисматулин, Эшат Исламов, информационная программа «Время новостей».